Ну что же, наконец-то появилась прошивка для всеми любимой и популярной приставки X96 Max Plus 2 с версией 4х32, 4х64. Прошивка чем-то похожая на югусовскую, то есть с таким же набором настроек. Очень хорошо и качественно работает с голосовым пультом и в этом видео мы прошьем данную приставку этим самым софтом. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк данному видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать другие видео на моем канале. Нужно понимать, что даже для вот таких вот приставок X96 Max Plus есть несколько версий прошивок. Версия для 2.16 будет своя, мы это рассматривали в предыдущем видео, посмотрите видео по 2.16, у меня оно есть. Версия для 4х32, 4х64 своя, плюс к тому же есть 100 мегабитный LAN порт, есть гигабитный LAN порт. Это будет указано в информации об устройстве. Мы сейчас зайдем сразу же в меню вот такой вот стоковой прошивки. Здесь и в настройках можно зайти в информацию об устройстве. Если у вас указано Max Plus 2, соответственно можно сшиться вот под данной схеме. И вот этой прошивкой, которая будет в описании к этому видео, либо в телеграм-канале, на который ссылочка также есть в описании. Можете подписаться на телеграм-канал, там есть эта прошивка. Если же у вас указано 100, значит вам нужна другая прошивка и данная версия вам не подходит. Это важно помнить, чтобы не кирпичить ваш TV-бокс. Также все манипуляции, которые происходят в видео, не являются инструкцией к выполнению. Это все на ваш страх и риск делается. Если вы умеете делать, делайте. Если вы хотите, делайте. Если нет, лучше не стоит, если у вас нет опыта. Что понадобится для прошивки? Ну все то же, что мы делали из X96 Mini и X96 Max Plus 2.16. Сама приставка непосредственно. Спичка, либо любой другой подобный такой тоненький предмет, который позволит нажать на разъемчик AV. Засунуть его сюда, вот разъем AV и нажать на соответствующую кнопочку. И также вот такой вот кабель, данный кабель мы делали из двух кусочков зарядки, по-моему, или чего-то, какого-то старого кабеля в том же видео по прошивке X96 Mini. Это просто соединены два куска какого-то старого USB кабеля. Как его сделать, посмотрите видео по прошивке X96 Mini. Вот такой вот кабелек нужен. Его также можно купить, он стоит копейки по сути. Подключаем в синий USB порт, то есть в порт USB 3.0. И также мы будем потом подключаться. Сейчас мы запустим приложение на ноутбуке, которое позволит прошиваться. USB Burning Tool. Ссылка также на это приложение есть в Telegram канале. Все, вот в принципе приставка готова. Блок питания подключать здесь не нужно. Вот в таком вот виде все это и прошивается. На ноутбуке нам необходимо установить вот такое вот приложение. Amlogic USB Burning Tool. Выбрать язык. Ну, здесь у меня английский. Установить его. После этого у вас появится ярлычок USB Burning Tool. Запускаем данное приложение. Далее, что мы делаем. Берем спичку в моем случае. Нажимаем на кнопочку на эту, которая находится в разъеме. И, соответственно, USB порт, подключенный к приставке, подключаем другим концом к ноутбуку, где уже у нас запущено приложение USB Burning Tool. Выбираем файл. Отпускаем разъем. Видим Connect Success. И наш ноутбук определил, что подключен Hub 1.1. Соответственно, подключена приставка. Данные настройки мы оставляем так, как они есть. Здесь все галочки как были, так они должны стоять. И нажимаем кнопку Start. И пошел процесс обновления. Продолжение следует... И вот мы видим, что Burning Successfully. Можем нажать кнопочку Stop. И прошивочка у нас зашла полностью на приставку. Нажимаем Stop. И отключаем теперь приставку от ноутбука. И сейчас я подключу и покажу, какие же основные преимущества у данной прошивки для такой приставки. И вот теперь приставка запускается на ATV похожим чем-то на прошивку от UBUS. Чем же примечательна данная прошивка? Большой плюс это работа с вот такими вот пультами. Это вот G20S. Обзор на этот пульт, кстати, есть на моем канале. Посмотрите. Он подключается через Dongle к приставке. И отлично работает с голосовым помощником. Сейчас я это продемонстрирую. Также очень удобно пользоваться вот таким вот родным пультом, который идет в комплекте. Давайте перейдем к меню приставки. Посмотрим, что там изменилось. И воспользуемся голосовым поиском. И вот теперь после перепрошивки мы видим, что наша приставка загружается как обычный смарт-телевизор на Android-системе. Подождем, пока загрузится приставка. Как правило, первое включение будет достаточно долгим. Я сейчас подключу голосовой путь для того, чтобы показать наглядно все функции, которые доступны теперь в данной приставке. Пройдемся также по пунктам меню. Выберем язык. Подключим Wi-Fi. Необходимо войти в свой аккаунт Google. Вот такой вот стартовый экран, где есть следующие варианты настроек. Зайдем вот сюда вверху. У нас есть настройка. Видим здесь настройки для X3. Суперпользователь. Теперь доступно включение суперпользователя. Включить права. Можно использовать самбо сервер. Также можно настроить воспроизведение. Автоматическую подстройку частоты. Шумоподавление. Оптимизация изображения. И можно даже подстроить картинку под себя вот такими вот тонкими настройками. Выходим из этого меню. Можно настроить информационную панель. Поставить отображение вот таких вот данных на информационной панели. Поставить отображение и частоту процессора. Либо другую информацию, если вам это необходимо. Можно настроить беспроводного помощника. Также настройка геймпада доступна теперь. Настройка отладки. Скрипты. Системные панели. Можно включить навигационную панель. Нижнюю и верхнюю статусную панель. И их можно поставить вот так вот, чтобы они скрывались автоматически. Пока оставим их как есть. Можно настроить устройство ввода. Опять же вот здесь добавить кнопки, если вам необходимо. Добавить какое-то устройство ввода. Окно недавних приложений появилось. В настройках устройства мы можем теперь посмотреть об устройстве информации. Название осталось в прежнем. Версия программного обеспечения ATV 037. Номер сборки X3. Версия андроида 9. В настройках экрана все теперь на русском языке. Размер экрана. Разрешение экрана. Есть выбор глубины цвета. Теперь доступно управление SIG. HDR. Теперь в настройках USB можно выбрать режим. Выбрать питание. Настроить главный экран. Домашний экран. Вот такие вот дополнительные настройки здесь есть. Все это есть также в обзоре на приставку TOX1. Посмотрите этот обзор. Это такая достаточно популярная приставочка. Теперь, как видим, настройки достаточно обширные. Я возьму теперь пульт с гироскопом и голосом. Как видим, вот такой вот статус бар. И вот такая вот нижняя панель. Здесь можно добавить громкость. Выбрать экран и остановить приложение. К примеру, очистить все. Можно сверху мы можем вытащить вот такую вот шторочку. Здесь есть настройки. В приложениях здесь стоково ничего не стоит. По сути, Play Market. И устанавливайте приложение уже самостоятельно. И еще, что я хотел вам показать. Это вот такого полноценного голосового помощника. Даже на стоке. Какая погода сейчас в Харькове. Пожалуйста. Давайте еще что-нибудь попробуем. Запусти видео Спутниковое ТВ на YouTube. Как видим, вот такие вот результаты поиска. Найди фильмы с Леонардо Ди Каприо. И вот такие вот карточки фильмов. В результате. Сколько будет 80 умножить на 50? Пожалуйста. Включи фиксики на YouTube. Пожалуйста. Вот такие вот удобные функции. Теперь доступные с голосовым помощником и пультом. На данный момент у меня подключен пульт G20S. Далее нужно будет установить приложение с Play Market. Либо же с USB накопителя. Опять же, как это сделать, видео есть на моем канале. Смотрите видео. Play Market теперь выглядит вот таким вот образом. Ну что же, я показал основные преимущества данной прошивки. Показал стоковое меню. И как оно изменилось после перепрошивки. Вам решать, нужно вам это или нет. Оставить на стоковое. В принципе, стоковое вполне себе нормально работает. Либо же перепрошивайтесь. И вот у вас будет вот такое вот меню. И вот такие функции доступны на данной приставке. Все это на ваш выбор, на ваше усмотрение. Единственное, что очень внимательно смотрите, какая у вас модель. Подбирайте под нее прошивочку. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Там мы делимся различными интересными файлами. И помогаем друг другу в решении различных проблем. Также подписываемся на данный канал. Всем спасибо за просмотры. Пока.